Сейчас давайте рассмотрим событие Hover в jQuery и для чего оно нам пригодится. Hover, вы наверное по слову поняли, что это с английского переводится как наведение. То есть при наведении объекта одно действие, при отведении у нас другое действие. В данном случае событие Hover у нас может совмещать практически одно и то же в одном лице. Для этого откроем задание 15 папочку, наш индекс и JS14. Здесь внизу, давайте продолжим. Это у нас 28 задание. Соответственно все предыдущее мы закомментируем. И здесь напишем то, что мы будем делать в событиях Hover jQuery. В предыдущем уроке, 27 мы задали ячейки таблицы. У нас менялись цвет background. Мы использовали mouse hour событий и mouse out. Потом мы заменили на клик и db клик. Двойной щелчок мыши у нас менял цвет фона ячейки. Здесь мы задали два разных события. В данном случае Hover может совместить вот эти два столбика текста в один. И в данном случае оно работает для mouse hour и mouse out. То есть на ведении и от ведении. Соответственно код уменьшится. То есть это события часто используются на ведении и от ведении мышки. Поэтому разработчики jQuery создали функцию Hover, которая может совместить это действие в одном цикле. для этого также мы будем менять фон ячеек таблицы. То есть вот этот код можно скопировать ниже. Так как это у нас будет здесь в одном месте, то мы не будем прописывать объект через переменную, а напрямую давайте здесь поставим этот объект. То есть вот этот объект, то есть ячейка таблицы. Здесь мы это и поставим. В данном случае здесь мы щелкаем на ячейке таблицы. В данном случае срабатывает функция, которая, как вы помните, применяет класс BackTD. То есть ячейка у нас окрашивалась соответствующим стилем, где цвет у нас становился зеленый. Дальше мы вот здесь удаляли класс, и ячейка принимала первоначальный вид, который она имела до этого. Теперь давайте рассмотрим это с точки зрения хавер. То есть берем хавер, ставим место клика. То есть подразумевается, что мы будем наводить и отводить на какой-то объект. Дальше идет первая функция, которая применяет у нас соответствующий класс. И дальше мы пишем через запятую следующую функцию, которая будет происходить при отведении. Для этого вот здесь ставим запятую. А здесь ставим, соответственно, следующую функцию, которая у нас уже написана. поэтому мы ее просто вот здесь можно скопировать и вставить. И, соответственно, у нас хавер понимает, что первая функция будет при наведении, а вторая функция, которая идет после запятой, она у нас будет при отведении курсора мыши. Сохраняем эту страницу, обновляем и смотрим. Ну, как вы видите, у нас продолжает работать. При наведении, при отведении происходит замена светофона и светофона и светотекста в ячейке этой таблицы. Это что касается наведения и отведения. Также интересно было бы при щелчке, то есть кнопка у нас какой-то вызывает событие, повторное нажатие вызывает уже новое событие. В данном случае в этой версии jQuery уже нет этой функции напрямую. В версии 1.7 1.7 еще была вот такая функция, она у нас называлась Toggle, то есть переводится как колено, изгиб. Она работала практически аналогично, как функция hover, только это касалось у нас щелчка мыши на каком-то объекте. Но с версии 1.8 эта функция или метод у нас остался от угол, но он уже выполняет другие назначения, то есть он просто прячет объекты и уже не работает, как было в версии 1.7. Как делать при щелчке и при повторном щелчке у нас было задание 14.1 самостоятельно, если посмотреть, что у нас здесь было. Вот мы щелкали, происходило событие, при повторном нажатии у нас соответствующее событие менялось. То есть можно использовать такой вариант. Здесь у нас при щелчке передается переменная и при повторном щелчке она меняется на другое значение и это используется для открытия и закрытия при одном и том же действии. Напишите задание 28, сохраните документ и переходите к следующему уроку. Жду от следующего урока. отдача с этим. Продолжение следует...